Исключительно серьезно, но смеха ради, значит, Хан, они же Уильямс против Каледин Рок. Да, они вот именно вот сейчас как стоят сверху, сейчас чуть поправлю только, вот такие вот они по длине получаются, разные. Вот, внизу-то они ровно стоят. Что один рок, что другой рок, что один традиционал, что другой стандарт, который нифига не традиционал, не стандарт, и все это дело для дурачков, конечно же, делается, наверное, да, для лоха найти, продать. Вот, потому что это же как, ну, все же мы знаем Викферс Рок. Многие играли на Викферс Рок и такие, ммм, аналог, сейчас я его приобрету. И Викферс-то дураки будут тем, что конский ценник, ммм, а я тут сейчас их обойду и за 400 рублей себе палочкой куплю, ну, или в случае с Уильямс, там, за 600, вот, но ни там, ни здесь, нигде они в стандарты и в традиции не попадают. Какие стандарты, традиции, ладно. И нейлона вообще ни у кого нет. Ой, про хан. Хан нейлон, это не нейлон, это просто приклеенная, черт знает на чем, какая-то пластмасска. Ну, вот, нейлоном это не пахнет. Значит, все как есть, все как и было. Небольшой экскурс в, что еще, вот это, в громкие слова. Прямо сразу заходишь в паблик на данный момент, как это написано, по-моему, это и до этого было написано. Значит, коллеги Драм Стикс, слоган, он же статус, сломай меня, если сможешь. Ну, сломал, что дальше? Вот, одно дело-то это дирабилити-тест. Другое дело, когда ты ломаешь, можешь и зачем. Внимание дальше, высококачественные барабанные палочки российского производства. Вот. Вот эту вот древесину, которую заготавливают по собственной технологии, уникальна, естественно. Палочки не крошатся, да? Серьезно. Имеет крепкий наконечник, ну, хоть где-то. Ну, он себя не успел проявить. Продолжаем. Отличный баланс. Ну, на бумаге, наверное, опять же только. И механическую устойчивость. Ну, в течение, в моем случае, сколько там они? Полчаса в среднем? Вот это тоже она, ну, если ее суммировать, то полчаса будет пара, да? Ну, пара это сразу две палочки. Не так, что одна сломалась, ты взял другую пару, а про ту, которая не сломалась, ты забыл. Продукция проходит множество этапов отбраковки, начиная с отбора заготовок и до формирования палочек. Пары. Ну, по весу спасибо подобрали. Бестолково, конечно, то есть, не учитывая никакой плотности. То есть, ну, зачем это по весу подбирать, вообще не ясно. Вот. Ну, и так далее. Здесь больше ничего не написано. Но пафосное уже было все. Так, по-моему, в группе Williams я заблокирован. Вот, 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 вот. Drumsticks, Williams, Drumsticks. Что они пишут? Ну, здесь без пафоса, как бы. Совсем без пафоса. Ну, кроме That's It, Details, Matter, доставка по России и ближнему зарубежью, официальное представительство Williams Drumsticks в России. Ну, официальное. Ну, оно такое же официальное, как здесь традиционное. Или, как там, стандарт. Вот. Ну, собственно, все. Ну, без пафоса, ладно. Тут хотя бы без пафоса это, видимо, только отечественный наш кастом отличается вот этим, там, как там. Ну, короче, у всех такие пафосные слоганы, что, я не знаю, я не знаю, зачем мы до сих пор вот играем, там, на Zizion, на Mapex, Peril, DW, что там еще есть. Почему мы на этом играем, вообще, с такими пафосными, вообще, названиями? Вроде как-то должно подходить. И по уровню ЧСВ, то есть, каждому, да, то есть, ну, я же тоже в The Best. Значит, надо играть на The Best. А раз написано The Best, значит, ну, все, совпало. Только этого почему-то не происходит. Ладно, пять минут. Ну, я говорю, если бы оно еще совпадало где-то вот чуть-чуть. Все, никто бы вообще слова не сказал. Вот, но искать за 400-600 рублей аналог инструменту никакого смысла, на мой взгляд, лично нет. Пускай, ладно, предположим, даже такую ситуацию. Да, кстати, кому надо, может, на правах рекламы обратиться. Кому нужны, например, палочки BigFest традиционных моделей, ну, в основном BigFest, вот, то, в принципе, есть возможность их дешевле, чем в магазине приобретать. Ну, возможно, там, может, незначительно, но, как у нас говорят, каждая копеечка на счету, там, и всякое такое. Вот, то есть, есть возможность, там, 100-200 рублей скидочка где-то так, в среднем. Но, опять же, можно накидать каких-то ссылок, типа, вот, я нашел, там, есть какое-то предложение лучшее. Если нет предложения лучшее, то, ну, покупайте там, где нашли. Типа, нормально, это нормально. Но не за 2000, естественно, палочкой, конечно, ну, на данный момент, да, вот, на 18 сентября 2022 года. Вот, конечно, дешевле, понятное дело, значительно, значительно дешевле, чем в магазинах, все, которые, знаете. Ну, это так, короче. Так я вообще к чему хотел сказать? То, что пускай эта пара, там, BigFest, например, да, сломается, ну, что-то среднее. Вот мы на ProMark уже играли, BigFest еще будет. Вот она сломается, вот, как вот ProMark, да, там, на, каком, получается, ну, на восьмом видео, там, условно говоря, да. Я не помню уже, сколько там было. Просто я подряд их записываю, скидываю, и пока не считаю, потому что нам надо смотреть, редактировать. Вот. Получается, 8-10 серий, получается, да. Вот пускай вот оно сломается ровно тогда же, когда и вот Williams, ну, или Han, но от них и ощущение инструмента будет всегда. В руках никакого дискомфорта, и они надежные. Вот как вот с Калетин, такого не произойдет, что оно сразу пополам куда-то разлетается, вот просто берет и пополам крошится. Вот, как это было в предыдущем видео, как это было с 2B, которые две палки просто вот в середине разлетелись. Вот. А, ну, Rock и вот это 2B, они просто в середине разлетелись, и все. Одна вообще Абрайт сломала. Ну, понятное дело, что от Римшотов и Абрайт отлетела. Какие прочные головки. Еще там в отзывах у Калетинова, что там написано. Тоже парень спрашивает, причем, ну, так, достаточно было. Ну, относительно недавно будем так говорить. Что, мол, нейлон. Да ни у кого нет нейлона. Почему у них нет нейлона? Потому что, типа, что? Запатентованные технологии? Расскажите, это в России или в Китае. Но там все равно подделывают. Исихан, но это не нейлон. Это какой-то, опять же, дешманский пластик, просто приклеенный на жмотскую капельку клея. Который крутится, вертится. Ни одной пары Викфёс никогда не было. За долгие-долгие годы. Не только у меня, естественно. Все те, кто играет на Викфёс. Чтобы крутился наконечник. Ну, просто это нереально. Вот до этого, во-первых, ввести палочку. Во-вторых, чтобы она изначально такая была. Ну, просто никак такого не было. Ну, посмотрите все-таки Викфёс, Фактори Тур. Как оно происходит. Как делаются настоящие инструменты. Просто у промарки я не помню, там, что у них с нейлоном. Показано, не показано. Но вот у Викфёс именно серию сейчас тоже не назовут. Там, потому что выпусков много у них. Такая серия цикловый, да? Сезон. Вот. И там это наглядно показывано. Ну, чё, другие не могут, что ли, додуматься? Ну, реально, 10... Сколько там, с каких там годов этот хан существует уже? Китай вообще существует? Ну, не в смысле страны, а в смысле вот этого. Потому что они называют производством. Вот эти вот подделки. Ну, что в России те же самые? Ну, чё, вы не умеете, что ли? Ну, пластик, ну, серьёзно, что ли? Ну, вот, как сложно или чё? Я понимаю, у нас не растёт там гикари какой-нибудь. Американский, да, стандартный. Вот. Под бразильским брендом. В кавычках. Но... Ну, не может это так сложно? Он, опять же, как Асатов всё время говорит, да? Ну, мы что, на сетях завода, там, производство сделать? Если у вас все, там пишут про вот эти высококачественные технологии, технологии отбора и бла-бла-бла. Ну, значит, вы, наверное, не на коленке это делаете. Значит, ну, надо тоже за эти слова отвечать в конце до концов. То понапишут, как всегда. Ну, я понимаю, я понимаю. Надо продать, да. Лохов много, лох не мамонт, не вымрет. Да. Кто-то, кому-то нравится себя называть вот артистом. Я артистом какой-то вот этой вот, ну, вот я эндорсер, эндорсёр вот этого вот. Там какой-нибудь вот этой вот фирмы. Артист. Ну, ради чего, ради скидочек? Всё? Это что? Какая выгода, по факту, в каком, в сухом остатке какая выгода-то с этого всего? Ну, я ещё не видел ни одного, ну, вот такого вот артиста, который вот с этого какую-то выгоду поимел. И единицы, знаю, вот реально. Те, кто вот реально умеют с этого поиметь выгоду. Вот. Остальные же только вот, ну, страдают, либо играют без подачи и всего остального. Ну, ладно, короче. Не будем переходить на личности, чтобы никого не обидеть, потому что обидеть... Ой, так легко обидеть кого угодно. Ой, так легко. Даже вот того, чего я наговорил, это ещё вообще можно было 95% не говорить. Уже обиженные были бы, ну, косяком просто. Уже это, занимали бы очередь на обиды. Так что, те, кто не хочет обижаться, может сделать ответочку в виде тоже какого-нибудь дирабилити теста. Пускай он будет длинный. Даже я лично, у меня найдётся время посмотреть вот такого формата видео, как эти, которые я сейчас снимаю. Найдётся время. Но если они будут хотя бы, ну, не так, как кого-то там что-то попросишь снять, он это блюдски делает максимально. Зачем? Я не прошу микрофонов каких-то, не прошу сверхстудий. Вот в таком вот формате. Вот телефон, звук вообще не вожжён. Да? Это чтобы в рифме было. Всё. Вот максимально. Как? Начал играть. Показал, как они выглядят. Играешь? Пожалуйста. Исходя из этого, уже каждый делает свои выводы. Там играет с подачей, без подачи и всё остальное. Но опять же, если играть без ремшота, ну, это вечный стад. Ну, они будут, конечно, если играть просто, просто, ба-ба-ба-ба-бам и всё. Ну, только головкой. Ну, конечно, они долго протянут эти палочки. Но звука от этого никакого нету. Какой бы там супер. Всегда ещё вот, ну, не знаю, что-то я разговаривал. Вот. Видимо, действительно отличное настроение. Особенно, когда там какие-то барабаны покупают, тоже кастомные, дофига. И потом их обклеивают мунгелями вообще просто везде. Или там на малый. Ну, подберите пластик. Пластиков, хотел сказать, хренового гора. Вот. Хренового туча этих пластиков. Реально? Ну, подберите себе, мамалый, тот пластик, который не надо будет. Никак. Ну, либо это что? Потом постобработка. Ну, постпродакшн-то вообще, по-моему, не важно, какие пластики. Вот, реально. Не важно, что вообще. Так тогда вообще можно не играть. Ну, просто набейте в компьютере себе партию. Если цель, например, заработать и себя показать, ну, набейте в компе и всё, как бы. И кайфуйте с этого. Быстрее деньги начнёте зарабатывать с этого. Ну, если уж так играть не хочется. Если такого нет, уважение к самому себе, прежде всего, как музыканту. Как к тому, кто... Мало того, что, ну, сам от этого испытывает удовольствие. Так есть ещё и возможность, что найдётся тот, кто будет тоже испытывать удовольствие от того, что играет сами. Только какая-то попытка визуализации и вот этого несовпадения того, что ты видишь на видео. И того, что реально может звучать. Понятное дело, кто-то не разбирается в этом, да? Ну, типа слушатели, да? Ну, так слушатель слушает это ушами. Так сделайте для слушателя просто то, что он будет слушать ушами. Не надо на вас смотреть вообще тогда, в принципе. Вот. Ну, только на концертах или ещё где-нибудь. Ну, где быстро поймут то, что... Ну, слушатели быстро поймут. Даже те, которые не сильно разбираются, что... Ну, что-то здесь не так. Я хотел немножко другого услышать, как часто это бывает. Ну, возможно, такие десятипроцентные придирки. Таких, наверное, очень мало эстетов каких-то, ну, вообще, слушателей. Или ещё чего-то в этом роде. Ну, в смысле даже слушателей, которые играют. Даже так. Вот. В любом случае, мы сейчас говорим про тех, кто играет. Ну, вообще. Про то, что ощущает в первую очередь. Человек, который играет, и к чему он вообще стремится изначально. Ладно. Такой, как бы это... Опять же, даже не десятипроцентный, а однопроцентный спич. Ну, поймёт мало народу. Но я знаю, что такие люди есть. И много кто согласен с этим. Много кто просто промолчит, ничего не скажет, не поддержит. Но про себя он скажет, да, именно вот это то, о чём речь. Так, мышка. Поехали. Это больше адресовано даже к тому, что... Ну, не стоит экономить на себе. Изначально. Неважно, только начали играть. Продолжайте играть. Есть просто действительно инструменты, которые уже проверены временем. И очень большие. Субтитры создавал DimaTorzok На первом же брейке. Ну, я очень хотел... Ну, конечно, хотел, чтобы они сломались побыстрее, но от этого... Да, можно, да, можно сколько угодно на это делать акцент, что я хотел сломать их. Но чтобы они побыстрее сломались. Не то, чтобы я хотел их побыстрее сломать. То есть, можно так и так интерпретировать. Но, опять же, этот кошмар, вот сейчас, поскольку я настолько откровенен уж сегодня, многие вещи не стоит прям сильно воспринимать на свой исключительный счёт. Лучше вот посидеть, подумать, сразу не кипеть, понять. И потому что, ну, всё делается, да, как какие-то вот... Есть несколько типов людей, которые вот делают негативные отзывы. Ну, негативные они могут быть по двум разным причинам. Первая причина – это просто поднасрать. Ну, потому что чувство собственного достоинства настолько задето, что, ой, всё, это враг навсегда. Ой, такого вообще полно и везде, и не только в этой тематике. Это ясное дело. Ну, и от менталитета тоже зависит. Ну, некоторые очень долго кипят. Вот. В этом всём варятся. Второй тип отзывов. На первый взгляд, очень негативных. Это люди хотят, чтобы было и к ним отношение хорошее. И чтобы сервис улучшился. Это вот, это тоже десятипроцентная инфа такая, что, ну, выбор в такую сторону, когда думают о негативных отзывах. Вот, ну... То есть, чаще всего думают только об одном. То есть, что вот, всё, чтобы было, чтобы у тебя больше, там, ну, этой фирмы там не было или ещё. Нет. Ну, если... Опять же, говорятся вот эти вот высокие слова о том, что там технологии, качество, бла-бла-бла. Куда я палочку кинул вообще? Ну, то, что от меня осталось. То, что тут вообще не было палочкой изначально, в принципе. Ну, так, по виду, да. Так это... Так вот, ну, покажут. Что это? Вот. Ну, выглядит как палочка. Ну, значит, палочка. Ну, по факту, ну, никто специально ничего не ломает. Ну, как бы... Никто и не хочет ничего специально это ломать. Потому что любой потребитель, в том числе и я, конечно же, ищет какую-то действительно альтернативу ценам. Ой. Спачкалось. Ну, это педаль. Вот. Странно сломались вообще. Ну, пустотелые просто внутри. Ничего их не держит внутри. Вот они ломаются так пополам. Если эти хотя бы, ну, типа, Хан, они крепкие. Ну, эти вообще пустые. Ну, еще более пустые. В такие моменты даже вот начинаешь вспоминать, а говорил ли ты о том, что в этих палочках, типа, есть баланс. Я сейчас больше вспоминаю о том, что, когда ты берешь после Хан, вот, колезем, но это немножко, да, такой, ну, чуть-чуть, как бы это, пробивает, да, как на шатырем. Ну, типа, ты приходишь в себя, ты уже понимаешь, что... Но оно заканчивается через 15 минут. Какие 15 минут? Сколько? Ну, надо будет потом посчитать. Ну, в среднем, если брать все, сколько получается, то, ух, 6 палочек, то, получается, у них среднее время, ну, 28 минут. 27-28 игровых минут. Ну, кто хочет играть такими палками, что вот одна палочка реально работает 28 минут. Ну, окей, пара, две палочки, работает час. У кого-то выступление. Репетиции, да, репетиции. Ну, кто реально приходит не попить пивка, а у кого действительно на 3 часа там репетиции, они просто выползают из этих репетиционных комнат. Вот. Ну, конечно, тоже там все в зависимости от подачи. Ну, у нас же много кто играет, действительно, ну, тяжелую и качественную музыку. Реально, таких очень много людей. И вот им захочется вот это вот, чтобы через час у них осталось только, ну, то, что можно будет выкинуть по моему ведро и больше никогда не вспоминать. Или пытаться давать, ну, какие-то эти, как там, какие-то питать надежды, там, давать шансы вот этому вот. Ну, понятное дело, когда-нибудь они просто скажут, да, мы улучшим производство и будет все как, как ИСХАН. То же самое, за 7 лет ничего не изменится. Ну, вот просто. Потому что, почему? Потому что это будут те же самые люди, во-первых, работать там. Те же самые будут вот эти вот фразы, слова. Потом они немножко такие проглотят, кто-то скажет, да хер с ним, с этим вот обзорщиком хреновым. Какая разница? Ну, дураки-то никуда не делись. Ну, у нас же их покупают. Пока вот 3 года играет человек, там, неважно, начинающий, он себя чувствует вот в этой стихии, так сказать, барабанной. И за счет какого-то определенного человеческого ЧСВ, он думает, ну, а чем я хуже-то? Я же ничем не хуже-то. А, скорее всего, я лучше. Вот. Неважно, как я играю. Пускай у меня там сверху палочки обгрызаны, как у бобра. Палочки коледем. Пока они целые, они нормальные. Ну, как нормальные. Конечно, они мягенькие, мягенькие, не артикулированные. То есть, надо еще больше. Вот, про подачу, о чем еще речь? Если играешь с подачей, надо еще больше подачу вкладывать в это. Потому что они мягкие. Ну, это логично. Чем мягче материал, чем у него меньше плотность. Чем они мягче, короче, чтобы без всякого такого. Тем, естественно, у них и будет сопротивление меньше. То есть, отклика меньше. По-моему, это логичные вещи. Никакая головка из того же самого материала тоже ничем не поможет. Для тех, кто исключительно, как это называется, это не подведение итогов, это подведение итогов пока что промежуточные. Для тех, кто играет, кому важна только прочность палочки. Только прочность палочки. Вот просто вот, ну, прям твердые, прям, как это, прям вот, ну, чтобы не сломать, прям крепкие. Я везде вижу только один комментарий, крепкие палки. Я понимаю, когда есть такое пожелание, там, крепких палок. Но это, есть еще продолжение у этого пожелания, да. Крепких палок, это означает, что и хорошего инструмента вместе с тем. Не просто тупо крепких палок. Да, чтобы они не ломались как можно дольше, но при этом, чтобы это был инструмент, а не просто крепкие палки, которые вот, как вот уже там на третьем видео с этими Гильямс, было понятно, что они бесят, и ты их хочешь сломать, а они по ощущениям уже сломаны. Но ты хочешь их сломать, ну, в смысле, ты ждешь этот момент. То есть, какой может быть вообще позитивный комментарий, позитивный отзыв в таком формате? Ждешь, когда они сломаются. Ну, это серьезно. Ну, это тогда, это не игра вообще происходит. Причем это ожидание, когда они сломаются, чтобы взять нормальный, отличный палки, уже качественный инструмент. Но здесь все ясно, с коллеги нам все понятно. То есть, ну, сейчас можно сказать, слушай, это просто не для тебя. Да, это не для меня, это не для любого другого, кто нормально играет с подачей, играет римшоты. Это не для вас. Ну, я за вас, конечно, отвечать не буду, но как бы всегда можно попробовать и вот сравнить, да, вот, типа, сколько... То есть, особенно для тех, кто реально играет. То есть, не только те, кто приходит. Вот, нет, это ваше дело личное тоже, опять же, да, приходить раз в неделю в воскресенье поиграть два часа или попить пиво. Это прекрасно. Никто не осуждает. Но не надо тогда лезть в тему того, насколько долго и крепкие палочки. Вот, насколько долго они служат и насколько они крепкие. Ну, потому что это не показать... Это время, которое растягивается, даже вот, если брать это в формате наблюдений, это какое-то... Оно приведет все равно к каким-то вот таким схожим результатам по времени, как здесь, в лучшем случае. Вот, потому что что-то другое, оно более агрессивно играется. Опять же, какие-то вещи, даже металл, если играть там с карданом, пускай даже какие-то просто шестнадцатые в ногах, и при этом играть как там, ну, типа там, как у Motorhead какие-нибудь темы, вот, или как Микди играет, да, вот, с Белом, там, какие-то темы. Ну, когда просто там получается шестнадцатый в ногах и там рисунок на Белле интересный, да, какой-нибудь. Ну, в его стиле. Я более чем уверен, что кто знаком, тот понимает, о чем речь. Ну, знаком с творчеством, не лично с ним, ну, хорошо есть лично с ним, знакомы. Это вообще тогда ближе к первоисточникам. Вот. Это гораздо быстрее все будет разлетаться. Ну, особенно если играть с подачей. Посмотрите на, можно сказать, о, пока молодой, сил полно. Ну, вот, пожалуйста, тоже. Это, да, это единица. Я это тоже понимаю. Но я таких, кстати, единиц очень много знаю даже среди, ну, вернее, из тех, кого вижу. Так-то, кого я знаю лично, таких вообще очень, конечно, мало. Очень мало. Вот. И интереснее музыка, когда она с подачей. Особенно если это называть роком, как написано здесь вот, рок. Но если это рок, значит это рок. Ну, было бы это поп-рок, то написали бы тогда поп-рок какой-нибудь. И то поп-рок тоже играется с подачей. Просто концерты посмотреть, какие-нибудь стадионные концерты. Неужели даже какие-нибудь клубы, вот, в клубы, я даже больше про клубы говорю. То, что в клубы приходишь, ну, какие-нибудь группы такие, ну, около того, около того, что называется там рок или металл. Барабанщик куда-то пропадает сразу. Барабанщик в очень многих группах это вообще очень движущая, очень важная сила. Просто, где можно слушать только барабана, таких групп тоже очень много. Ну, из русских никого не назову. Потому что впоследствии узнаешь, что все равно там слишком это все через какие-то десятые плагины сделано. А остальные на концертах ты видишь, как они вкладываются, как оно звучит. Можно посмотреть там, например, трибьют Тейлора Ховкинса вот из недавнего. Там все почему-то играют фирмово, качественно и с подачей. Ну, почему? Причем там дяденькам тоже по 50 лет. То есть, дело не в молодости абсолютно. То есть, опять же, подача она решает. Посмотрите, ладно, давайте по крутым пройдемся, да. Там Трейс Баркер, то же самое. Попробуйте претендер сыграть в Foo Fighters, это, претендер, короче, сыграть, ну, трек этими палками. Нормально, нормально, ну, я не говорю, как Трейс Баркер. Если как Трейс Баркер, то эта палочка после каждого удара надо ударить, взять, ударить, взять. Ну, еще надо успевать их менять, да, после каждого ремшота с такой-то подачей. Все нормально, ну, потому что играет, ну, не этим. Играет нормальными палочками, отличными палочками, инструментом в первую очередь. Викфиос, Промарк и Вейтер, они не дураки. Вот что самое главное. Они это все изучали. Так же, как и в древесине для этого, как называется, ну, для барабанов. Это все изучено. Как оно будет звучать, какой плотности, все остальное. Поэтому вы посмотрите на ведущие фирмы. Там три основных дерева. Почему три основных дерева? Ну, в смысле, в, так сказать, даже в самых топовых сериях, да? Три основных дерева. Почему? Почему не 10, не 15? Ну, DW, это понятное дело у них, там, всяких этих экзотик-серий. Но это больше DW, что можно сказать про DW. Они именно показывают то, как может звучать это дерево, да? Но они и делают лимитированные. Лимитированные, это не значит, что это какой-то сверх-супер-кастом, который звучит лучше, чем все остальное. Да нет, лучше, чем все остальное звучит в основном три дерева, которые представлены в основных моделях. Как у Perl, так у DW, так и у кого еще? Ну, я, ну, остальные просто там половина. Ну, там, там, конечно же. Вот. Так же и с палочками. Но нету там 10 сортов у этих фирм. Почему? Потому что они уже это все наэкспериментировались выше крыши. Ну, почему только у нас этот велосипед продолжают изобретать? Хотя люди-то по разговору даже, вот все эти мастера какие-то, но, ну, не все. Не все, не все, не все. Большинство, так сказать, которые на слуху, но они только продажами как будто занимаются. Исключительно. И они продолжают этот велосипед изобретать из года в год. Ой, давайте там этот барабан там из ореха сделаем, еще, еще вот. Да зачем? Да уже это все было, ну, есть вот такие вот какие-то, типа, как у DW, там, лимитированные какие-то и все. Но это больше в словах и в поведении выглядит как то, что это какой-то поиск. А поиск это значит то, что вы ни хрена не шарите вообще, что вы делаете даже. Это не только мое мнение, это вообще, ну, просто, я говорю, в сравнении. Почему другие этим не занимаются? Почему они все базируются на основной древесине? Если это мы про дерево говорим, да? Вот то же самое с палочками. То же самое, абсолютно. Вот это не пойми что. Вот это, да, стандарт. Вот этот не стандарт, не американ, не гикари, не вильямс и не рок. И не бразильский бренд. Ну, может быть, бразильский зарегистрирован, да, как это, офшор какой-нибудь. Вот, как и ПЧП и все остальное. Ну, назовите вы это другим. Ну, почему надо прятаться под то, что уже популярно? Ну, зачем под это прятаться? Как бы, возможно, наоборот, изменилась бы индустрия, если бы раскрыли вот какой-то гикарь, откуда? Или вот здесь тоже, вот этот хорни бим. Понятное дело, я знаю то, что хорн бим. Ну, это будет хорни бим. Для меня, я думаю, для мной. Я это слышал, причем это даже, можно сказать, нет, почти придумал. Так, в совокупности. И вроде это было на шуточном уровне. По хихи, ха-ха, а по факту вот оно так и выглядит. То есть, то, что это вообще не пойми что. То есть, граб, который вообще тоже... Просто маленькая история тоже. Я занимался производством гитар. Да, были мастера, которые брали этот граб. Типа, он легче. Нифига у первых не легче. Но это какое-то опять замещение дерева, которое вообще в никуда. Я имею в виду, больше делали, ну, эти... Гриф для гитары. То есть, в акустических гитарах они тоже, ну, не ахти, потому что плотность маленькая. Естественно, она не выстреливает этот звук в акустике. В электрогитарах, ладно, там все что угодно будет звучать. Потому что за счет звукоснимателей, ну, как бы, я думаю, это тоже людям понятно. Что хорошие звукосниматели и новые чистые струны. Особенно, если они как, ну, Эликсир там, или Эрни Болл, там, или Диадарио, или Дадарио. Кому как удобно. Вот. Это я просто называю. Ну, каждый по-разному называет. Вот, имеет место быть кому как понятнее. Вот. То же самое здесь. Опять этот велосипед. Ну, 2022 год. Серьезно. Я просто про барабаны, ну, ничего не хочу говорить. Потому что, ну, какие-то вот там березы, там, или еще что-то. Ну, отлично. Но это не та береза, опять же. Ну, если рядом поставить, там, например, Тамовскую установку какую-нибудь березовую. Ну, вот. Или другого производителя. Фирмового. У кого будет береза. Такое же, там, количество слоев и всего остального. И поставить вот то, что, ну, за, там, какие-нибудь, тоже, с одной стороны, вроде как, непонятные деньги, тоже какие-то большие предоставляются сейчас. Ну, те, кто делают, не буду называть там фамилии, ну, смысла. Потому что я, так, это, это такой мой. Ну, как, просто отзывы, да, на словах. Потому что проверять, я слышал их, я их слушал. Снимать это, это дорого, это бесполезно. Все равно там это находится. Ну, вот поэтому палочка такой более бюджетный вариант в этом случае. Случай. Короче. Много чего сказано. Тема холиварная, длинная. Этот отзыв, эти отзывы, они не негативные. А если они кажутся негативными, только для того, чтобы, во-первых, вы брали действительно в руки инструмент, играли на настоящем инструменте. Будь то тарелки, будь то барабаны или палочки и комплектующие, которого у нас не создают, кстати, в России. А те, кто, опять же, в Китае что-нибудь может купить, потом сказать, что это мое. Пока, ну, пока не найдется тот, у кого такая же китайская стойка. И он одновременно купил китайскую. Ну, это, правда, давно было. Ну, такие находятся тоже, которые вот эту китайскую переименовывали во что-то свое. Вот. Так что, действительно, ну, хороших палок, хорошего инструмента. Это пожелание. Это не хейт-спич. Это вот реально, чтобы, ну, как бы, я более чем уверен, что это совпадает. Ну, если у вас какие-то цели продавать это или быть артистом, ну, чтобы потешить свое самолюбие исключительно, да, в принципе, тогда понятно. Вот. Ну, пожалуйста, ну, не говорите, что это прям топ какой-то. Ну, это же не топ вообще ни разу. Ну, это просто не навлекайте на себя лишних комментариев. И, как бы, не все будут это говорить, но много кто будет думать. Вот. Оно надо. Обратная связь все равно будет, конечно же, в смысле. Ну, если такое говорить. Как здесь. Вот это высокотехнологичные технологии. Ой. Ну, мы продолжаем, короче, отсюда. Не знаю, наверное, сейчас возьму. Ой, 43 минуты. Кошмар какой. Ну, я надеюсь, это тоже никто не увидит. Ха-ха-ха. Ну, потому что, как бы, кто будет это смотреть? Ой, 43 минуты. Ой, это же так долго. Ну, ты же мог этот durability test сделать за одну минуту. Какой-нибудь шот сделать на YouTube-чике, чтобы это под кофеечек посмотреть с утра и забыть. Ну, поэтому, да, 43 минуты. Ну, кто увидит, тот молодец. Я думаю, как бы, тот выдержанный человек и для себя тоже, я более чем уверен. Что такое время люди тянут, те, которые действительно, не те, которым нечем заняться. Вот. А те, которые действительно серьезно к этому относятся. Вот. Не ради комментариев, не ради, там, лайков, дизлайков, еще чего-то. Просто вот, это мой отзыв. Почему нет? Почему нет? Почему, если кто-то может оставить отзыв? Почему кто-то другой не может оставить отзыв? Пожалуйста. Вот. Тем более, это, как это называется? Ну, это. Ну, мой потребительский отзыв. Я потребитель здесь. Я здесь не продавец, не артист. Не заказной хейтер, там, или еще что-то, там, что-то такое. Я думаю, многие вещи, которые я говорю, они общедоступны и понятны. И по ощущениям, и по личному опыту тоже с кем-то они по-любому схожи. Так что, опять же, как пожелание крепких палок, но чтобы это был инструмент. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...